Здравствуйте, друзья! Мы рады вас видеть в нашем клубе путешественников. Сегодня у нас состоится лекция, на которой мы поговорим про альпинизм в Ингушетии. Наш спикер является председателем спортивного альпиниста Альпинизма Федерации Альпинизма России, трижды снежный барс, судья гонки Red Fox и Bruce Race, а также неоднократный покоритель серьезных вершин Александр Лекаренко. Встречайте, пожалуйста! Неоднократный покоритель – это громко, конечно. Конечно, альпинисты так очень редко говорят, покорители – это чаще журналисты говорят, но альпинисты обычно говорят, ну, максимум, что он взошел, все остальное – другие эпитеты. Но это не столь важно. Значит, я хочу сегодня рассказать про Ингушетию, и Ингушетию как альпинистский объект, я альпинист, поэтому в первую очередь буду рассказывать, что такое Ингушетия сегодня, и именно как альпинист, как альпинистский объект, и какие там интересы преследуют альпинисты, которые приезжают, ну, и вообще про Ингушетию не только как горы и сами восхождения, но и вот даже название у меня стоит «Ингушетия – страна гор и башен». Я уже здесь сказал, что я альпинист, поэтому здесь даже слово «гор» выделено с большой буквы. Именно все альпинисты никогда не говорят слово «покорил», то, что я вам сказал. Они очень уважительно относятся к горам, к вершинам, и поэтому, когда я делаю какое-то выступление или где-то выступаю, безусловно, в горе только с большой буквы. Ну, а башня – это уже то, что сопровождает Ингушетию, и то, что сопровождает горы в Ингушетии. Республика Ингушетия, естественно, она находится в России. Это административный субъект Российской Федерации в составе Северно-Кавказского федерального округа. Столица – город Магаз. На западе республика граничит с Северной Осетией, на востоке – с Чеченской республикой, на юге – с Грузией, граница с которой совпадает с государственной границей России. Но я немножко больше бы еще расширил. Мы, наверное, привыкли, что столица называется Назрань, но уже последние 10 лет столица принесена в Магаз. И это прямо, ну, назовем так, на пустом месте, двух километрах от федеральной трассы, прям построен новый город. Административный центр называется Магаз. И там полностью, как-то говорят, что там были старые какие-то... Раньше там жили мужи. То есть, а сейчас там это просто поле. И на его месте новые инвестивные здания, и даже построили огромную башню, что-то 10-120 метров высотой. Очень красиво. Дворец президента, дворец правительства, и все телекомпании, все министерства. Там очень молодцы, красиво, здорово. Ну, а вообще, если говорить о Венгушетии, она, наверное, в России, не наверное, а точно в России самая маленькая территориальная и по населению ее самая маленькая республика. 200, ну, без малого 300 тысяч населения в целом. Ну, тем не менее, есть президент, сегодня называется главой республики. Есть правительство, есть все министерства, и все, что необходимо для любой нашей республики и для любого нашего инвестивного образования в России. Это Кавказ, это Россия и планета Земля. Чтобы мы могли сориентироваться. И сразу я еще раз акцентирую внимание, что я альпинист, поэтому все вещи, которые я буду говорить, и все позиции, которые я буду защищать, я со стороны или с позиции альпиниста буду говорить. Поэтому здесь вот такую вещь, такую страничку я поставил. Кто такие ингуши? И это, безусловно, мое мнение, это моя информация, и я ее вот так вот подаю. Значит, ингуши – это представители древнейшего коренного населения Кавказа. И здесь такая фраза – ценят верность к родинам и традициям, и обычаям, они верны обычаям своего народа. Вообще, это, значит, люди, они практически как, если взять украинцев и русских, практически одно и то же засловие – и чеченцы, и ингуши – это однодородность. Называются они вайнахи. В том свое время, значит, Чечня стала отдельно. Было в советское время, это было Чечен-Ингушетия, а сейчас это отдельные две республики. Ну, если чеченцы вот там без малого, наверное, один миллион, то ингушей вот настолько меньше. Естественно, они везде представлены, но они очень гордятся своей самобытностью, ее доказывают, ну, и, наверное, тут слышали, тут месяц или два назад там митинги были в Макгасе, на Зране. То есть они даже там территориальную целостность, какой-то там кусочек, какой-то кусочек территории, я даже не знаю, где тут на схеме даже ее видно, они отдали по каким-то старым там документам, отдали Чечне, естественно, все им вышли, сказали, как это так, нашу землю отдают, и две недели там стояли в митинге, и долго Юн Узбеку Евгуреву говорили, что он не прав, что так сделал. Но, тем не менее, ингуши сами по себе, это действительно сама народность, язык с сеченцами у них практически один и тот же, ну, он отличается, наверное, как наш и украинский. В принципе, это все едино, там, и одна народность. Ну, вот это вот, то, что здесь на этих картинках есть, это действительно так и есть. В праздники они так ходят, и вот эти вот вещи, традиции, которые существуют у ингушей, традиции обычаи, составляющие, они составляют, как бы, они действительно всегда, везде так, непререкаемый повод для гордости у них всегда это есть. Ингуши уважают старших, искренне не заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам, мудрым храницам, очага, и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый с поколения в поколение. Неписанный свод закона называется отдатами, соблюдается в каждой семье. И вот это нельзя передать словами. Вот чем трекрасен альпинизм всегда, и я об этом всегда говорю, что альпинизм – это своеобразное какое-то путешествие, это новая экзотика, это новое место, куда бы ты ни поехал, какую экспедицию, на какой мальминском мероприятии ты бы не поехал, всегда есть что-то интересное, ты увидишь, какие там люди живут, едешь в Бурятию, в Саяны, Сибирские, то есть, соответственно, ты увидишь бурянов, значит, приехал на Кавказ, в Кабардино-Балкарию, ты видишь балкарцев, приехал в Ингушетию, соответственно, в Ингушетии. И это всегда интересно, и вот поэтому я бы хотел выделить то, что здесь уже сказано такими фразами обычными, то есть, вот сидят, если ты сидишь независимо в каком помещении, и сидят там мужчины, в основном женщины только обслуживают, женщины очень редко сидят за столом, но тем не менее это так есть. Когда заходит старший, и они видят, что старший заходит, независимо от какого бы ты положения, уровня находился, все пристают. Это просто они не только поздороваться, а просто пристают. И это у них у всех так проходит, и это даже, вот, мы же живем в одной стране, в одном обществе, казалось, светское общество, все понятно. И здесь никак не связано, здесь никакими с религиозными штуками, никак это не увязано, а просто вот так у них принято. Это нормально. Если ты приходишь в гости, или тебя приглашают в гости к какому-то твоему товарищу, то есть, сын никогда не сядет за стол с отцом. Это не принято в Митале. И там много таких вещей, которые они, казалось бы, сегодня, ну, чего вы тут выпетриваетесь, чего вы тут придумали, всякие там свои, они писаны свой закон, но он присутствует, он есть, и это нормально, и они согласны с этим, и всех это устраивает. Если там, допустим, можно сказать, вот сегодня гуляя по Чечне, конечно, по центральным улицам там и девушки гуляют, и женщины сами гуляют, но это не принято так. И в Мушетии то же самое. Если там не принято, что за столом сидят только мужчины, или там какой-то праздник, или какое-то торжество отмечают, то в первую очередь мужчины это все делают, женщины только на обслуживание. Это так принято, и никто не волнуется, так это есть. Ну, и один из, называется, 13-ти ингушских граотантов, это гостеприимство. Это отдельная страница, и я на личном опыте убедился много раз. Я приезжаю просто в деревню, где меня уже знают, это просто обязательно, независимо, какая у меня компания есть, это 10 человек, 20 человек, они стараются пригласить, вот кто-то из главы этого села, или старейшин этого села, просто берут тебя и приглашают всю твою компанию, и обязательно накрывают стол, все должны быть накормлены, все должны быть довольны, и это обязательно вещь, потом начинают разговаривать, какие у вас проблемы, что есть. Это сегодня так. И в этих всех кишлаках, в этих верхних аулах, где вы там где не ходился, они с большим почтением, с уважением относятся именно к нам, кальвинистам. То есть, бывает такое, что ты стоишь на палатке, под стеной, под горой, и мимо проходит там, чабан, гонит, автар, овец, останавливаются, вы альпинисты, альпинисты. Вот короткое слово. Я вас приветствую, я вас уважаю, и тут дальше. Это, конечно, приятно очень. И вот это вот, я много лет езжу уже на Кавказ, 20 лет, наверное, регулярно, каждый год, непрерывно мы туда ездим, а последние два года мы стали ездить в Ингушетию, и понятно было, что что-то мы пропустили, потому что проезжая по федеральным трассам, допустим, в Дагестан, там, альпинистские районы, альпинистские стены, и всем другого порядка, или там, на Эльбрукс, или в Осетию, на Казмек, мы как-то пропускались в Ингушетию мимо, и как-то не замечали. Отсюда оказывается, ну, во-первых, есть альпинистские объекты, очень интересные, почему мы стали туда ездить последние два года, очень активно. Но, кроме этого, там еще есть такая своеобразная экзотика, в которой нет никакой другой Кавказской республики, о которой я сейчас хочу сказать. Ну, и вот эти вот традиции гостеприимства, это действительно, она особенно выделяется, потому что, ну, не знаю, чем это объяснимо, маленькая народность, или они живут так обособленно, или, хотя там везде отличные дороги, там все это сообщается, но традиции гостеприимства, это непререкаемый закон, и он везде просто идет. Мне даже, он, кажется, иногда, кажется, какого-то в степени навязчиво, ты хочешь сказать. Я приехал в горы, хочу бы быть один, или там своей компанией, ну, это, конечно, они учитывают все, но, тем не менее, любой глава, старейшая на села обязательно сочет зачиститься, ты приедешь к нему и проведешь какое-то время у него. Ну, так вот здесь написано, меняется по влиянию современных реалий мировосприятия каждого конкретного человека, но не исчезает старинная традиция. Если раньше обычай имел под собой социальную базу, то сегодня это удивительно, благородная, теплая, трепетно хранимая черта национальной культуры. И это не только, наверное, про ингушей можно говорить, это можно про всех народностей, которые живут на Кавказе. Конечно, у нас существует определенный комплекс последних десятилетий война в Чечне, война в Ингушетии и вообще горячие грузинские джигиты, но, когда ты приезжаешь туда на место, ты прекрасно понимаешь, что это совсем ты находишься в другой ситуации. Ингушетия, ну и я уже все-таки перехожу, Ингушетия – горный край. Она раскинулась на северных склонах предгория Большого, Большого Кавказского хребта и на прилегающих малых хребтах – Терский, Сунжинский и Скалистый. Вот на сегодняшний день такая реалия. Значит, граница России проходит по Большому Кавказскому хребту. Поэтому, естественно, восхождение и на все объекты, на все вершины, независимо какой он там важности, ценности, высоты, только на Казбек. Я вот знаю всех объектов, которые находятся на границе с Грузией. Можно зайти по пропуску, делаешь это, можно зайти. На все остальные объекты мы не можем добиться, хотя, казалось бы, вышли на очень высокий уровень и пограничных войск, и управление различным сывовым феномсом. Нет пока такого добра, что можно было пойти на Большой Кавказский хребет. И ни в Дамбайе, и ни в Прельбрусе нигде это нельзя сделать. Ну и в Ингушетии то же самое. В Ингушетии там еще одна сложность. Даже если, учитывая развитие этого района, учитывая то, что они очень, тот же Евкура, очень заинтересованы, что туда ехали туристы, альпинисты, он вроде бы дает добро, они вроде бы дают добро. Но многие ущелья, так как это близок была с Чечней, и оттуда непосредственно из Грузии приходили боевики, когда шли военные действия. То есть многие ущелья, они реально заминированы. То есть там еще никак не разминировано. И бывает такое, что добро дают, даже нам давали рядом с нашими ущельями, где мы сейчас работаем, нам давали добро, а потом говорили, давайте все-таки мы еще посмотрим. Загоняли, просто скот загоняют, и когда первая корова взрывается, она, естественно, ну, никто не пойдет. Ну и мы сами же, естественно, зачем нам это нужно? Никто, естественно, никто не пойдет. Ну, а вот на этом, на Сунденском, есть скористом футе, естественно, тут достаточно объектов для того, чтобы можно было там работать. И я уже сказал, что последние, вот последние, последние два года мы там очень активно работаем, Федерация Альпинизма России и управления альпинистских лагерей, директором которой я являюсь, мы, естественно, очень много усилий прилагаем для того, чтобы развить этот район и ходить там именно альпинистские маршруты и делать восхищение. Ну и чтобы еще побольше немножко дать информации про Ингушетию, Ингушетия – страна башен, а про горы потом я буду уже отдельно говорить. Ингушетия – это башни, уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальное жилье, оборонительное, сигнально-стажировые и наблюдательное каменное сооружение, расположенное преимущественно. Ну вот эти все районы, как в Джерарском и Сонжинском. Ну вот на Гайкомт, Гирич, сейчас он называется Кизи. Естественно, мы привыкли в советское время, он назывался Гирич, потом почему-то стали называть Гайкомт, потом еще Джилам, там различные названия существуют. Ну и когда мы стали там работать, естественно, вокруг все старейшины стали собираться и говорить, почему вы называете Гирич, почему вы называете Гайкомт, ну мы говорим, ну как есть, так и есть. Конечно, в счетке собрали старейшины, приехал Евкуров, и мы спрашиваем у Евкурова, вы уж скажите, да, как командир, как президент, как глава республики, скажите, как все-таки называть этот массив, этот район. Он говорит, ну по мне, он сам генерал, герой России и десантник. Он говорит, по мне бы назвали Славу ВДВ, я был бы счастлив. Ну, говорит, давайте так, как решат старейшины. Ну, в конечном счете, это земля Казаевых. И кратко они называют массив Кизи. И на сегодня мы уже как-то привыкли, в последний год мы называем массив Кизи, вот эти основные стены, вот эта километровая стена. То есть, по сути по своей, это все напоминает Крым, но только в два раза больше. Только вот у тебя здесь находится, ну, единственное, что моря нет. А так вот, на эту гору вот здесь есть маршруты, еще Куличкин первый ходил, но сейчас там уже очень много маршрутов, в шестой категории трудностей, соответственно, проводятся чемпионаты России. Ну, здесь написано, значит, Кизи главная на 3-100, 3-170. Кизи центральная, Кизи восточная, такой массив, который себя представляет. Вот на Кизи восточную, там вообще единицы людей еще поднимались, поэтому там много маршрутов еще первым проходом. Естественно, мы надеемся, что в ближайшие годы мы там будем это осваивать, будем ходить, будем там работать. Вот это вот, как раз, сам массив, вот это снято с места, где находится Альбинский лагерь. И вот сама стена от Кизи главной и Кизи центральной. Ну, в другом, в другом ракурсе, в другом освещении. Ну, вот если добираться, как туда вообще приехать? Можно прилететь, значит, в Владикавказ, но в Владикавказ нет аэропорта, в Беслан можно прилететь. Можно прилететь в Макас, есть такой аэропорт в Ингушетии, Макас. И можно прилететь в Грозный. Это все находится в пределах 50-километровой расстояния. То есть можно в Владикавказе, в Владикавказе прилетать. Можно прилететь в Минводы. Это порядка 170 километров, ну, подальше ехать. Можно отсюда приехать. И потом по вот этой военно-грузинской дороге, от Владикавказа, Верхний Ларс. Верхний Ларс – это уже грузинская граница. Значит, это он находится от поворота, вот и поворот на горнолыжный курорт Румхи, Джейрах, Чни, вот, находится поселок такой. Это сеть и все. Ты потом переезжаешь в Терек, от река Терек, там течет только дороги военно-грузинской, и ты оказываешься уже в Ингушетии. И, соответственно, ты когда в Шеррак заезжаешь, там прям стоят на ущелье, на входе стоит пограничный пост, ты должен показать паспорт. Ну, россиян, например, проезд, ну, показал паспорт, ты проезжаешь. Ну, для иностранцев нужно, соответственно, заранее оформлять пропуск. Ну, и, соответственно, и Ляжги, и Гули, про которые я говорю, где живет дед, которому 122 года, ну, и альплагерь, который находится уже на перевале. И дальше, это долина реки Румхи, а это долина реки Аса. И вот ты находишься, это как раз самое основное превышение, и находится гора, массив Кези. Вот альбинистские маршруты. Вот на Кези главную сегодня 7 маршрутов, от 5-й А до 6-й А категории трудностей. Вот эти все маршруты сегодня, там они разного цвета, но сегодня они все уже пройдены, то есть еще год назад там было вот тут зеленые были, желтые были пройдены, а красные еще были не пройдены, мы намечали их. А сегодня они уже все пройдены. Ну, и, соответственно, на Кези центральную здесь 7 маршрутов, а 4-я Б, вот самая простая, 4-я Б, она спусковая, а оттуда и яичка вообще. Ну, и, соответственно, до 6-й А категории трудностей. Вот здесь и пятерки Б, и все, есть 7 маршрутов. Ну, там находится дальше еще Кези восточная, ну, мы на нее еще даже не дошли, до нее, потому что еще не взбивали даже. Значит, сложенные засадочные породы здесь не как, местами метролизованного. Нижняя часть маршрута достаточно монолитная, вот до середины где-то это прямо монолит, очень плотный, серьезный. Ну, а верхняя часть, это уже практически нависание, ну, и это, естественно, нависание периодически, что-то отваливается. Но нужно сразу сказать, что, как вот в правилах безопасности, здесь нет нигде, вот можно посмотреть, здесь нет нигде камней и осыпей. То есть там, если падает, то небольшие камушки, которые улетают в желуд, и там достаточно безопасно, нет таких, никого не падают, ничего. Ну, и рядом находится массив Джерлан, там находят маршруты от первой до третьей категории трудностей. Практически весь спектр как учебного альпинизма, так и спортивного альпинизма в этом районе можно работать. Все это в пределах полутора часов подходов. То есть, ну, работать одно удовольствие. То есть ты подходишь под Джерлан, и, соответственно, ты работаешь на этих вершинах. Ну, вот это снимки ноябрьские. То есть вот ты находишься на вершине, и эта долина уже та наша долина. Там, блин, идет Владикавказ находится, Магаз находится, и основная трасса там, федеральная трасса, которая идет в Баку, Ростов-Баку. Представьте, какие картины, какой вид идет. То есть ты практически всегда там сляхать. Вот в этих тучах, там сейчас холодно какая-то, какой-то дождь идет. Там постоянно в Владикавказе как-то сыро находится. Вот все две недели, в ноябре там так было, приезжаешь в Владикавказ, поднимаешься туда, заходишь на перевал. Ну, чуть прохладно. Ну, плюс пять. Ну, не плюс десять, не пинать, плюс пять. Ну, вот и все, наверху солнце, ты спокойно работаешь, южное освещение, в семь утра уже солнце, и, соответственно, там до четверых, до пяти ты спокойно можешь работать. Где-то вот с ноября месяца, по март месяц, там просто одно удовольствие ходить в горы. Ну, а когда у тебя учебное отделение, соответственно, весь спектр, который необходим, можно с ними отрабатывать. Может быть, такая есть еще вещь, что там нет мало льда, ну, я надеюсь, когда-нибудь разминирует шар, на нем есть маленький ледник, мы там будем тоже ледовый сейтинг проводить. Но пока и без льда, снега нам хватает, но все там достаточно, чтобы все делать. Ну, что бы еще добавил я, когда мы первый раз, вот в прошлом, позапрошлом году первый раз чемпионат проводили, и с самой Вишины, он к разговору об его ответственных стенах, то есть на нашем фестивале, на открытии, естественно, приехал Евгоров, в этом месте, где у нас находится альбинистский лагерь, в этом месте, вот здесь вот, прям заложен был такой, сейчас камень лежит, заложена была капсула с обращением, и то, что мы здесь будут построены, альбинистский лагерь. В современной России альбинистский лагерь еще нигде не строили. Но сегодня вот эти вагончики, которые здесь стоят, они стоят там сейчас постоянно, шесть вагончиков, то есть там душ есть, там есть столовая, там есть все условия для того, чтобы жить, ну и когда народу много, естественно, ставят такие палатки для столовой, для проживания. Ну, я про ответственные стены хотел сказать, что и, естественно, Глеб Вареводин, такой знаменитый российский бейсер, они сделали там группу бейсеров, прыгнула с самой Вишины, прямо оттуда, прямо прыгнула, прилетела сюда к нам. Ну, соответственно, тоже была картинка красивая, что люди, то есть это разговоры по отвесах, которые сама стена от себя представляет. Ну, Глеб Вареводин, он упал, ну, сдалеки, потом это было, он сейчас погиб, его нет, он там есть хижина имени Глеба Вареводина, то есть, настолько, он лет пять или шесть там проводил эти мероприятия. Жене привет. Привет, Саша. Я еще раз скажу, что это район, который имеет все необходимое для того, чтобы и в учебном плане, как организском работать, и, соответственно, как спортивном, как до самых высоких категорий для проведения чемпионата в России. Ну, и то, что я уже сказал, альплагер КИЗИ, который сегодня работал, уже работает, расположен на территории Джирасского музея-заповедника. Ну, вообще, Джирасского района. Ну, соответственно, там жилье, вот эти вагончики, которые стоят уже постоянно. Соответственно, там есть столовая, все удобства, туалет, душ, и все это уже сегодня в рабочем состоянии. Вот так вот это летом все это видно. Значит, электричество есть, и здесь все можно ставить. Это большой Кавказский хребет, вот на него на сегодня нельзя ходить еще альпинистом. Но я думаю, в ближайшее время все равно этот вопрос разрешится, потому что это востребовано, это интересно, и все это хотят ходить. Рядом находятся пограничники, прямо через дорогу сразу вот их вышка, и там достава находится. Но если разговаривать там, то, что о безопасности, все спрашивают, что такое агушетия, как кто вообще ездит, почему такое происходит. Ну, вот маленький пример расскажу, что однажды ночью, там такой случай у нас произошел, однажды ночью там какие-то подростки ехали, ну, не знаю, ребята на машине ехали мимо лагеря, прямо здесь дорога проходит внизу. А они заехали в лагерь ночью, там, я не знаю, в 2 или в 3 часа ночи. И один из флагов, который здесь стоял, они сняли. Они сняли этот жирасский флаг. Это жирасский флаг жирасского района. Они его сняли, ну, и буквально там, не знаю, через... Мне-то потом в 6 утра позвонили пограничники, а у них постоянно это камеры ночного там фитин-наблюдения. Они говорят, тут вы там спокойнее, там приехали какие-то ребята, они сняли флаг. Ну, я так про себя подумал, мне в 6 часов звонят, ну, и что дальше? Они говорят, ничего-ничего, сейчас вы увидите. Через полчаса приезжают эти ребята. В общем, в 3 часа ночи подняли главу жирасского района. Естественно, он нашел этих ребят. Представляете, человека разбудились в 3 часа ночи, главу района, он, естественно, за час нашел всех этих ребятишек и объяснил, что вы вообще не понимаете. Не то, что они там что-то там сломали или что-то называли, вы флаг сняли. То есть, у вас есть полчаса, чтобы вернуться, и, ну, в общем, через час этот флаг висел на месте и наши участники даже не услышали об этом. Мы там живем в палатках, мы там живем в этих вагончиках, здесь ничего не закрываем, все это стоит, и разговоры о безопасности, то есть, практически там вообще его не существует. Ну, а местное, тем более, когда знаешь, что там альпинисты, в это время работает альпинистский лагерь, или там наша смена, или там чемпионат проводится в это время, ну, естественно, там просто все приезжают. Это как туристический объект, там даже автобусы к нам приезжают, просто вот там лезут альпинисты. Здесь стоит такой большой бинокль пограничный, и там видно, как участники чемпионата работают на стене, соответственно, их можно увидеть, а ночью, когда они там живут в платформе, там огоньки горят на стене, но очень интересно, такая определенная экзотика. Ну, это скальный массив Кавдаламид, который находится в 10 километрах от Ладикавказа, соответственно, это вот все трейдовые маршруты, которые сегодня подготовлены, то есть на этих маршрутах, на этом массиве, это все маршруты пробиты, то есть практически там можно проводить любое мероприятие, соответственно, пиньское мероприятие, как в скальном классе, ну, соответственно, любые скалолазные тренировки, которые там поживаешь, любой категории, любой любой сложности маршруты там уже сегодня существуют. Ну, и соревнования, которые прошли с 17-18 годами, чемпионат России в техническом классе, скальный класс, чемпионат России, педеринство России проводилось там на Кавдаломите, ну, и скарайлинг. Вот практически второй год мы уже проводим открытый чемпионат республики, он уже вошел в этап Кубка России, и на следующий год уже будет проводиться не только вертикальный километр, но и марафон, в классе марафонов скарайлингский. Ну, и представьте, да, картинку, когда приезжают наши альпинисты, ну, со всех точек нашей страны, это понятно, вот они, и видно, что они альпинисты, но когда на скарайлинг выходят такие бородатые мужики с палками, настоящими палками, не просто лыжными палками, а вот такие вот мужики, ну, выходит несколько сот человек таких, для них это престиж, ну, естественно, когда они забегают на гору, первый, там, ну, это, мы, естественно, проводим отдельный зачет, ну, и там, за первое место телевизор, там, бараном, второе место, ну, если они понимают, зачем они бегут, ну, это действительно, это зрелище, это видит, ну, они, конечно же, уходят, и там стоит какой-нибудь наш Виталий Чернов такой, ну, естественно, маленький, худенький, ну, что с ним тут разбираться сейчас, мы его быстренько склеим, естественно, Виталий улетает, ну, мужики потом приходят, на то место, но зато барана получает, ну, и все, чемпионат по альпинисту, в чинистском классе, то есть, вот, это чемпион этого года, Игорь Логинов, ну, и, соответственно, стена, которая там, то есть, пройдя по этой стене, естественно, ты сейчас имеешь возможность не просто пройти по какому-то маршруту, который уже есть, а, соответственно, пройти по маршруту, который ты первый прошел, то есть, первопроходы там, спокойно можешь ходить. Ну, и вот, это скальный класс, который там проходит. Ну, и чемпионат в республике Паскаранингу, вот, видите, можно представить, да, мужчины настоящие, одевают номера и... Женщины допускают? Слушай, женщины допускают, но они не участвуют. Женщин там нет, но наши приезжают все, наши девчонки-то все, они, как раз, этап сделали за две недели до этого, до Эльбрус-рейса, и, соответственно, все туда приезжают, ну, те, кто тренируется на Эльбрус-рейс, они просто там едут на неделю для того, чтобы приматизироваться, ну, и высота по 3 тысячи, они как раз набегивают на планете. Ну, здорово тоже, им тоже нравится, сейчас мы стали приезжать. А скажите, а до какой высоты в Эльбрус-рейс? Это с двух, с тысячи, где-то 800, да, 2 800 вертикальный километр, там идет, как раз, рон вертикальный километр. Ну, и в честь 25-летия мы в прошлом году, соответственно, ходили на Эльбрус. Ну, здесь уже, видите, флаг высоты, то есть, мы практически и управление армейских лагерей, и проект Высота принимает активное участие в работе с Ингушетией. Ну, и все программы, которые мы там проводим, вот это фотография ноябрьская, вот можно представить, что в ноябре вот такая погода там. То есть, я сам-то из Сибири, и у нас в ноябре, естественно, когда ты наедешь в Саряны, в наши горы, то есть, это уже минус 20, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И здесь Кавказ, вот на Кавказе, и даже Кавказ, не просто Кавказ, а именно Ингушетия. А осенью вот так вот трава пожухла, но тем не менее, ты в футболке можешь ходить, когда солнце светит. На северных склонах все равно лежит снег, поэтому тут так просто тоже. Ну, и все картинки, которые отсюда вытекают. Это красивые Кавказские горы, это вдалеке стоит Казбек. На следующий год, естественно, будет здесь смена работать Кази, для того, чтобы сделать значок «Министр России». Ну, а потом, когда ты сходишь в Две Твое Керан, соответственно, можно будет, мы планируем, что на третьей неделе можно ехать уже на Двое Кубе из Кармадона, делать восхищение на Казбек. Ну, и такой фильм, который я хотел поставить в заключение своё выступление. Спасибо. Проходим медовследование, я бы смею. Казбек. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...